Разрушать и воровать россияне умеют гораздо лучше, чем созидать и строить. Причем дерибан происходит на всех уровнях. Мелкие сошки, вроде российских так называемых солдат, не стыдясь, тащат стиральные машины и тостеры из украинских домов. А крупная кремлевская рыба отжимает целые компании. И чем больше Путин пытается удержать ускользающую власть, тем больше беспредел творится на России. После четырехчасового недобунта Пригожина стало очевидно, диктатор не контролирует ситуацию в стране. Это понимает и сам Путин. И, вероятно, решил, что лучший способ усилить лояльность своих ненадежных сатрапов. Подкуп. Путинские же прихвостни только рады воспользоваться ситуацией и получить от припуганного деда побольше. Чтобы было, что отдавать, диктатор решил поддержать национальную традицию и сначала забрать то, что плохо лежит. В опасности оказались два бренда – Данон и Карлсберг, которые, в отличие от десятка мировых компаний, давно покинувших российский рынок, по своему малодушию задержались в стране. С начала полномасштабного вторжения России в Украину самые известные компании сразу поняли, что российские деньги пахнут кровью и отказались торговать с террористами даже себе в убыток. Автомобильные марки Aston Martin, Ford и Bentley, производитель фототехники Canon, IT-гиганты Cisco и IBM, а также компании Kia, DHL и даже Lego поспешили прекратить деятельность в России. По данным аналитиков Ельского университета, за полтора года полномасштабной войны из-за российского рынка окончательно или временно ушли почти полторы тысячи иностранных компаний. Ну а те, кто задержались, вскоре очень об этом пожалели, говорят эксперты. Тем, кто быстро среагировал на введение санкционных ограничений, им удалось уйти без существенных потерь. Ну опять же, что значит без существенных потерь? Они потеряли рынок в какой-то степени, но выиграли в имидже, выиграли в курсе акций, особенно по компаниям, которые были на IPO, выиграли с точки зрения общественного мнения. Были ряд компаний, которые тоже объявили о выходе, но выходили крайне тяжело. Они были отягощены достаточно большим объемом активов. У них был достаточно большой сегмент рынка, и россияне успели ввести по поводу этих компаний налог на выход. Речь о новом инструменте российского экономического терроризма. Весной Минэкономики РФ в лучших традициях рэкета 90-х решили прижать иностранные компании и ввели так называемый налог на продажу бизнеса в России. То есть, чтобы покинуть российский рынок, нужно буквально откупиться. Налог на продажу активов одной так называемой недружественной для РФ иностранной компании составляет 10% от ее общей стоимости, а это миллиарды долларов. Это как способ взять субъекта хозяйствования в заложники. То есть, вот этих 10% они ничем реально не предусмотрены были, абсолютно. Это был налог на выход, вот так скажем. Хотя никакими инвестиционными договорами, никакими ранее принятыми обязательствами Россия не имела права вводить подобных вещей. Но нарушать международное законодательство для России привычное дело, да и откровенно бандитские методы для Кремля не в новинку. А насчет того, что налог на выход из российского рынка противоречит всем ранее достигнутым договоренностям с мировыми брендами, Путин, похоже, вообще не парится. Когда инвестор приходит, крупный инвестор, стратегический инвестор приходит в страну, он, естественно, с руководством страны обсуждает все условия своего захода. Подписываются инвестиционные договора, подписываются протоколы намерений, подписываются соответствующие документы. Ну, никто вот там как бы закрыл глаза, на рынок не приходит. Потому что это десятки миллионов долларов. Это очень серьезные, очень большие инвестиции. Ну, то есть это сотни миллионов долларов. Естественно, ни в одном из инвестиционных договоров не было вот этого вот десяти процентов на выходе. Экономический терроризм в России набирает обороты, что стоило многим брендам полной потери бизнеса. 16 июля Путин передал активы датской компании «Карлсберг» и французской «Данон» в так называемое временное управление своим дружбанам. Причем получатели выбраны далеко не случайно. Так компания «Балтика» датского концерна «Карлсберг» перешла к таймуразу Балоеву, которому принадлежит также компания БК Групп, крупнейший производитель военной формы для российской оккупационной армии. По данным американского издания Financial Times, Балоев близок к еще одному путинскому дружку, миллиардеру Юрию Ковальчуку. Этого олигарха называют личным банкиром Путина. К тому же Ковальчук владеет целой медиа-империей, телеканалов, газет и социальных сетей, которые Кремль используют для промывки мозгов россиянам и популяризации войны. Если Балоев управлял «Балтика» еще в 90-е, когда бренд только заходил на российский рынок, и хотя бы знает, что делает, то Данон отдали на откуп настоящим дикарям. С легкой руки Путина, французского производителя йогуртов, передали племяннику Кадырова, так называемому главе Минсельхоза Чеченской Республики, Якубу Закриеву. И все это Путин делает ради того, чтобы во время следующего бунта его было кому крышевать, говорят эксперты. Просто отбирают, экспроприируют. Две компании, которые на минуточку в России присутствуют с начала 90-х годов. Карлсберг Балтика, конкретно Балтика, вот эта компания в России принадлежащая Карлсбергу, это компания разрешения на заход на российский рынок, который давал лично Путин в качестве заместителя мэра Петербурга в начале 90-х годов. К слову, при дележке Данон в так называемых башнях Кремля вспыхнул очередной конфликт. Долгое время контроль над этим прибыльным бизнесом хотел прибрать к рукам Патрушев-младший, сын секретаря Совета Безопасности РФ и экс-главы ФСБ Николая Патрушева. В итоге победу одержал кадыровский клан. Скорее всего это связано с тем, что сейчас ФСБшники в особой немилости у Путина, после того, как они не только не остановили Пригожина, но возможно даже были в сговоре с лидером вагнеровцев. Экспроприация Карлсберг и Данон – громкий звоночек для иностранного бизнеса в России, но далеко не первый. Французский завод Рено отжали у владельцев или, как говорят на России, национализировали еще в мае прошлого года. В результате заводы в Ижевске и Тольятти перешли в собственности российского правительства, а московский завод Собянину, то есть по документам в собственности мэрии российской столицы. Московский мэр еще громко анонсировал производство якобы новых моделей автомобиля «Москвич» на некогда французских мощностях. Однако умолчал, что все эти машины китайской сборки. От российского производителя там только кривенький логотип. «Рено вложило достаточно большие деньги в оборудование в Тольятти». Кроме всего прочего, у них были договора и было достаточно большое мемооборудование на так называемом московском автомобильном заводе, который все время производил автомобили «Москвич». Но после того, когда запчасти и высокотехнологические вещи попали под санкционные ограничения, «Рено» забрал, по сути, свое ноу-хау, вынуждено было оставить оборудование, в которое были вложены деньги и которые попали под на сегодняшний момент национализацию. Нелегальная конфискация «Рено» Кремлем абсолютно не смутила россиян. Многие зет-патриоты даже восприняли эту новость на ура. Но на самом же деле этими варварскими методами Путин сделал могилу российской экономики еще глубже, где россиянам придется гнить многие десятилетия. Но самодержец смотрит на мир, как зашоренная лошадь. Его волнует только то, как удержать собственную власть, избежать очередного бунта и где найти деньги на войну против Украины. Но давление со стороны иностранных инвесторов мирового уровня не пройдет для России бесследно, говорят эксперты. Рано или поздно Россия вынуждена будет подписать в той или иной степени, не скажу капитуляцию, но скажу мирный договор. Естественно, российский рынок — это все-таки 130 миллионов населения. Это достаточно емно. Если субъекты федерации останутся в рамках федеративного государства, это будет единое государство. Но в любом случае нужно понимать, что возврат крупных инвесторов в Российскую Федерацию будет существенно омрачен вот теми условиями, которые они сейчас там вытворяют. Сегодня за поддержку уже проигранной войны Путин отдает своим приспешникам краденые мировые бренды и тем самым только подтверждает — никакого светлого будущего у России россиян нет. Крупный инвестор, который попал под подобные драконовские методы, он же будет это отсуживать. И это вместе с репарациями Украины ляжет очень тяжелым временем на российский бюджет. Ну то есть, понимаете, какое дело? Вопрос-то заключается в следующем. Все рано или поздно заканчивается. Самая хорошая война заканчивается худым миром. И этот худой мир будет очень худым для российских граждан, потому что все это придется выплачивать за счет российского бюджета, за счет их налогов, за счет их социальных программ. А может Бункерный наоборот уже понял, что его дни сочтены? В лучшем случае вместо трона его ждет неудобная скамья подсудимых. В международном криминальном суде в Гааге. А потом еще более неудобные нары в тюрьме самого строгого режима. Или если, конечно, повезет электрический стул. В худшем случае Путина прикончат прямо в Кремле, причем свои же. Может поэтому диктатор с барского плеча раздает своим подельникам ворованные компании. Ведь расплачиваться за экономический террор будет уже не он. Все это придется возвращать. Причем я так понимаю, что возвращать придется не по номиналу. Потому что обязательно насчитают пение, обязательно насчитают суммы неполученной прибыли. Но там же у нас... Я думаю, что гаагский арбитраж будет очень здорово загружен после окончания войны подобными судовыми процессами. А иначе же вы своих собственных компаний в Европу не выведете. Вы же не вернетесь на те рынки, из которых вас вышибли. А вот россияне, которые ликовали отжатию иностранных компаний у недружественного запада, будут вынуждены серьезно раскошелиться, примерно до нитки, чтобы компенсировать многомиллионы убытки мировым брендам за понесенный ущерб. То, как Путин незаконно распоряжается иностранными активами и отжимает целые западные предприятия, останется с Россией навсегда. И даже выплатив все компенсации и неустойки, российские предприниматели вряд ли смогут торговать с цивилизованным миром в ближайшее десятилетие.